Добрый день! Итак, вы решили купить квартиру. К этому событию стоит отнестись серьезно и при этом постараться не загнать себя этой предстоящей покупкой в невыносимые условия. Эксперты сайта «Бизнес Инсайдер» предупреждают, стоит сосредоточиться и определить приоритеты. Если вы копите на жилье, то не должны тратить много денег. Собрались жениться, приютить щенка, завести ребенка – непредвиденные расходы съедят ваши сбережения. В качестве первоначального взноса по ипотеке лучше иметь не меньше 20% от стоимости жилья. Однако в эту сумму нельзя включать накопление из подушки безопасности. В этой подушке должно лежать не меньше суммы, которую вы тратите за 3 или 9 месяцев. Эти деньги пригодятся вам, если что-то пойдет не по плану. Например, вы заболеете или потеряете работу. Вас может привлечь идея вложить деньги, предназначенные на первоначальный взнос, в акции на фондовом рынке. Но успех в короткие сроки никто не гарантирует. Даже если горизонт ваших вложений 3 года, помните, что время летит быстро. Вы рискуете остаться совсем без жилья, если вложите деньги неразумно. Не забывайте, что после оформления кредита будет много других расходов. Вам может потребоваться ремонт квартиры, покупка мебели, траты на страхование жилья и так далее. Идеально, если на платеж по ипотеке будет уходить не больше 40% ежемесячных доходов. Чем меньше ваш платеж, тем больше денег у вас будет оставаться, но тем больше вы переплатите по кредиту. Это правило денег. Продолжение следует...